21 час и почти 4 минуты в столице. В студии Пётр Косенко и подводим финансовые итоги дня с Олегом Богдановым. Да, сегодня на финансовом рынке глобально было очень много событий. Ну, во-первых, сегодня для рынка нефти важный день. Было заявлено о том, что нашим министрам энергетики, о том, что достигнуты договоренности о пролонгации сокращения добычи нефти. Саудовская Аравия поддерживает данное решение на 9 месяцев. Причем исключений в ОПЕК не должно быть, как это было в прошлом году, в конце прошлого года при подписании первого соглашения о сокращении добычи нефти. Ну и нефть отреагировала достаточно хорошим ростом. Вышли в район 52 долларов за баррель, где, собственно, фьючерс сейчас и находится. Растет на 2,5%. WTI стоит 49 рублей 15 копеек. Понятно, что рубль отреагировал на данное движение. Рубль вырос 56,35 сейчас котировка по отношению к доллару. Евро стоит 61,81. Но для российской валюты в целом сегодня день был ознаменован следующим фактором. Фактором достаточно серьезных фундаментальных изменений и подходов к процессу курсообразования. Это связано с аналитической заметкой, которая была опубликована сегодня, наверное, в воскресенье вечером, поздно вечером уже или ночью в понедельник. Эта заметка называется валютный курс и конкурентоспособность экономики, подготовленная экономистами российского центрального банка. И там сделаны очень важные выводы относительно курсообразования. Здесь я бы отметил несколько таких ключевых моментов. Вот вывод первый. Реальный валютный курс является отражением уровня развития экономики и ее структуры. Укрепление валютного курса – нормальный процесс для стран, догоняющего развитие, нацеленных на уменьшение своего отставания. Конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты – это ценовой демпинг, который не стимулирует рост качества, эффективности производства, благосостояния населения. Ну и еще много разных выводов, очень много подробностей, которые достаточно интересны. Ну и в целом вывод. Девальвация валюты национальной для России несет больше вреда, чем пользы. Вот это, в общем, основной вывод, который сделали экономисты российского центрального банка. Ну, понятно, они не формируют еще монетарную политику нашего ЦБ. Пока не ясно, насколько это станет официальной точкой зрения. Но в целом посыл и те вещи, которые президент говорил не так давно в апреле по поводу производительности труда и укрепления рубля, который прямо влияет на этот процесс, или снижение рубля тоже влияет на производительность труда, так как влияет на способность компании заниматься инновациями. Все это говорит о том, что подход российского ЦБ может измениться в существенных курсах образования. Никакой искусственной девальвации, влияния на курс, наверное, уже речи быть не может. Значит, отсюда вот целиком и полностью у нас курс будет, видимо, зависеть от фундаментальных факторов. Это приток капитала, платежный баланс, данная ситуация с критрейдом, ситуация с процентными ставками. В ЦБ говорили о том, что будут их стараться двигать вниз. И вот если уровень инфляции 4%, у нас то ставка должна быть 6,5-6,75, об этом говорила на прошлой неделе Эльвира Набиулина. Итак, рубль начал движение вниз, то есть на юг, как говорят на рынке, стал укрепляться. Ждем недалеко уже от минимальных значений для доллара в этом году, ну и за последние пару лет. Поэтому будем следить за российской валютой. И одно из мнений, комментарий к аналитической записке Центрального банка сделал директор аналитического департамента компании Аль Пари Александр Розуваев. ЦБ высказался за сильный рубль. Если бы ЦБ реально выступал за слабый рубль, были бы интервенции. Формально у нас до сих пор стоит цель по международным резервам 500 миллиардов долларов, а резервы около 400. Сильный рубль – это развитый рынок капитала. Это не только акция, это облигация, рынок рублевых займов. За счет этого можно, кстати, покрывать бюджет. Очень неплохо. У нас отношение суверенного долга к ВВП – одно из лучших в мире. Я думаю, что не будет никаких действий. У нас курс плавающий. Наши экономические власти, к сожалению, не делают ничего для сильного рубля. Но, по большому счету, для слабого они тоже ничего не делают. Небольшие интервенции Минфина очень слабо влияют на курс. По крайней мере, в краткосрочном плане я бы поставил на укрепление рубля. Ну и текущее соотношение к доллару, как я уже сказал, 56,36 к евро – 61,81. В целом, глобальный валютный рынок сегодня сопровождался, движения сопровождались снижением доллара. На 0,3% доллар сдал позиции по индексу 98,98. В основном к евро доллар снижался 1,0968. 1,068 – котировка единой европейской валюты, максимум 1,09, где-то 80 курс евро был. Йена не сильно изменилась – 113,78, фунт британский – 1,28,84. И после небольшой паузы мы поговорим как раз о другой валюте, о криптовалюте, о биткоинах. В ближайшие 20 минут в Москве стартовало голосование по сносу пятиэтажек. Имеет ли оно юридическую силу? Об этом через 10 минут на Коммерсант.ФМ. А прямо сейчас продолжаем обсуждать ситуацию на рынках с Олегом Богдановым. Итак, биткоины. В последние буквально две недели, с начала мая, весь рынок криптовалют удвоился. Практически удвоился. Сейчас капитализация почти 55 миллиардов долларов еще не так давно. А вот до атаки, известной кибератаки, биткоин был на максимальных значениях. Это где-то в районе 1820, по-моему, долларов. Сейчас немножко пониже – 1740 в Гонконге. И пользуются популярностью у спекулянтов, торговля криптовалютами, пользуются популярностью у инвесторов. Уже начали, видимо, заходить серьезные инвесторы, потому что рынок весит прилично – 55 миллиардов долларов. И есть уже пять валют, капитализация которых больше миллиарда долларов. Первый, конечно, биткоин, второй – риппл и эфириум. Нем – 8,5 миллиарда долларов на третьем месте. Лайткоин – миллиард долларов. Нем – 1 миллиард долларов. Вот эта пятерка, она сейчас возглавляет весь список криптовалют. Итак, стоит ли заходить в биткоин? Очень много вопросов по этому поводу возникает. В связи с чем такой бурный рост наблюдается в это время? У нас сейчас на связи с основателем и партнером The Token Fund Виктор Шпаковский. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Вот как вы прокомментируете тот рост, который мы видим буквально в последние, ну, не скажу две недели, но за последние месяцы рынок удвоился точно криптовалют. С чем это связано? Ну, вы правильно заметили, что новые игроки приходят на рынок. Сейчас достаточно большой интерес вызывает вся криптоэкономика. Поэтому мы считаем, что на рынок начинают заходить большие и крупные инвесторы с большими деньгами. И то, что сейчас происходит, это только начало движения. Многие говорят, что вот этот рост связан, конечно, с китайскими запретами, потому что китайцам деваться некуда, вернее, инвесторам, которые держали активы в Китае, они от них избавляются. И кроме как через рынок криптовалют, биткоины, другие валюты, вывести средства невозможно. Отсюда такой рост наблюдается. Вот насколько эта версия имеет место быть? Вы знаете, есть на самом деле достаточно много версий, почему это происходит. Мы все-таки считаем, что на рынок приходят новые деньги, в том числе и китайские. Криптоэкономика сейчас некоторыми крупными инвесторами рассматриваются как альтернатива классической экономике. Ну подождите, а в чем экономика того, чего нет? Вот что-то такое реальное было создано на базе блокчейна? Реальный какой-то продукт? Кроме как функция обнала, вывода денег. Вот какая другая функция сейчас есть интересная? Ну, мы можем рассмотреть, как пример, эфириум. Эфириум, который создал наш соотечественник Виталик Бутерин, предлагает нам очень интересную идею, идею смарт-контрактов. То есть люди могут между собой заключать смарт-контракт, человек может заключать с роботом смарт-контракт. Есть уже даже простейшие роботы, которым можно отправить монету эфириум. И робот выполнит некоторые функции, например, выдаст жвачку. Мы из-за этой технологии видим большое будущее, потому что это... Ну какое будущее? Можно же денежку бросить и жвачку выдаст? Или обязательно вот таким образом? Нет, в смарт-контракте мы фиксируем определенные условия. Например, мы можем фиксировать, что я вам одолжу денег под такие-то условия. Мы через смарт-контракт рассчитаемся. И в дальнейшем вы вернете деньги также на смарт-контракт, и я получу обратно свои деньги. Условия будут зафиксированы. А что это меняет, если я могу это сделать в электронном виде очень быстро? Что это меняет с практической точки зрения? Это ускоряет процесс, потому что обычный процесс, обычная транзакция, они быстрее все-таки пока работают. Нет, если мы говорим про тот же эфириум, то там транзакции проходят достаточно быстро. Это в блокчейне биткоина транзакции не проходят быстро, потому что сеть уже весьма загружена. Транзакций очень много сейчас происходит в криптоэкономике. Смарт-контракты эфириума дают нам возможность как-то зафиксировать условия, которые в дальнейшем не могут быть изменены. Как, впрочем, и все, что фиксируется в блокчейне. Виктор, а вот вопросы такого порядка. Здесь два риска есть таких глобальных. Но если постепенно криптовалюты начнут на себя брать большое количество обращения денежного, то есть выступать как средство обращения, то понятно, что центральные банки и во многих странах возникнут вопросы по этому поводу. Потому что это процесс, то есть продукт нерегулируемый нашими регуляторами. И тогда по денежному обращению возникнет очень серьезный вопрос. Это первый риск. Вот как вы этот риск оцениваете? Нет, такой риск, конечно, есть. Возьмут, запретят и все. Мы считаем, что центральные банки государств, они, конечно, должны как-то... Они, конечно, должны это регулировать, но они должны понимать, что прям полный контроль над всеми этими транзакциями они получить не могут. Поэтому все должны там... Ну, смотрите, как я буду денежное обращение контролировать? У меня задача в Центральном банке уровень инфляции контролировать, денежное обращение. А тут огромное количество средств обращается через непонятную сеть, которая вообще никак не контролируется. Деньги выводятся куда угодно, да, большими оборотами. Ну, я говорю о тех оборотах, которые будут угрожать экономике, допустим, ну, с точки зрения Центрального банка. Ведь они возьмут и запретят это. Ну, вот, Центральные банки государств должны, конечно, выработать какую-то общую политику по этому поводу, потому что регулировать, наверное, это нужно, да, но нужно это делать аккуратно. Ну, смотрите, вот сейчас кибератака, все деньги просят через биткоины, то, что не контролируется Центральными банками. Так делают и торговцы наркотиками, и оружием, и так далее. Я уже не буду говорить. Это же распространенное. Конечно, через кибератаки деньги можно, конечно, и обычным способом вымогать. Ну, там транзакция видна, там получатель есть, а здесь номер, и все, и непонятно, на какой кошелек это загонит, правильно? И где этот кошелек? Нет, конечно, 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 есть определенные риски, связанные с тем, что есть там незаконные действия, да, но мы смотрим на эту технологию все-таки с точки зрения, там, будущего, да. Ну, я вот будущего как-то не разглядел, да, смарт-контракт, ну и что, собственно говоря. Нет, хорошо, Виктор, я просто задаю вопросы провокационные. Следующий провокационный, последний уже вопрос. Сегодня я вот буквально столкнулся. Квантовые компьютеры, которые вот скоро выйдут на мощности серьезные, они вообще отрицают наличие и возможность существования криптосистем, криптовалют. Если вот мы получим новую, новую, так сказать, эволюцию, войдем в новую эволюцию компьютерного мира, биткоин не умрет с квантовыми компьютерами? Ну, вы знаете, как бы технология биткоина, она тоже постоянно улучшается, становится мощнее, сильнее, там, в данный момент, например, если мы возьмем все мощности блокчейна биткоина, то она значительно больше, чем мощность, там, всех текущих суперкомпьютеров в мире, которые существуют. Поэтому, если в суперкомпьютерах произойдет революция, она, скорее всего, произойдет и в блокчейне биткоина, ну, и, там, других криптоактивов. Хорошо, спасибо большое. У нас на связи был сооснователь и партнер компании The Token Fund Виктор Шпаковский. Говорили мы о крипто, о валютах и подводили итоги сегодняшнего финансового дня. Благодарю.